Антимонопольному регулированию в России 30 лет. Именно этой дате посвящена встреча с журналистами. Она прошла сегодня в региональном управлении ведомства. Наша цель – способствовать развитию конкуренции, убирая препоны, говорят антимонопольщики. Немало нарушений, по словам сотрудников ведомства и со стороны чиновников. В частности, вот совсем недавнее дело о строительстве в регионе семи детсадов с нарушением антимонопольного законодательства. Мы выиграли вообще все суды, которые можно было выиграть. Мы наложили штрафные санкции на 20 с лишним должностных лиц, которые были причастны к этому. Это глава администрации районов, администр образования Ульяновской области. Это значит, в то время приселяли комитетов. Мы посылали дела в арбитражные суды на дисквалификацию. Дело о детсадах, кстати, стало уникальным. Подобных прецедентов в других регионах не было. Впрочем, как и дело о закупке медоизделий в 2017 году, по данным счетной палаты региона, сумма потраченных средств превысила рыночную цену на 40%. Это лишь часть дел, которое стало достоянием общественности при участии антимонопольной службы. В Ульяновском отделении Уфа струдится более 20 сотрудников. Ну и сегодня мы сотрудники самой малочисленной контрольно-надзорной службы в стране. Надеемся, что мы совместно с другими органами власти, с общественными организациями закрепим те положительные итоги, которые были достигнуты в антимонопольном регулировании. И надеемся, что будем двигаться дальше. В 1990-м был образован Госкомитет по антимонопольной политике. Позже структура несколько раз реорганизовывалась, но ее функции сохранялись. Федеральная антимонопольная служба в ее нынешнем виде существует с 2004 года.